ПЦР-тест В лабораторных условиях, в аккредитованных лабораториях он должен делаться, и безусловно таким тестированием охватить все население всех не получается. Тест выявляет только исключительно сам вирус в лаборатории. Затем, когда была определена уже генотип этого вируса, начали формироваться сериологические методы исследования. В данном случае есть два метода, ИФА и ЭХА, иммуноферментный анализ и иммунохроматографический анализ. Иммуноферментный анализ проводится в лаборатории, в более простых условиях, чем ПЦР-исследования, а иммунохроматографический метод может проводиться и активно используется в экспресс-тестах. Те и те тест-системы для ИФА и ЭХА, как правило, выпускают одни и те же производители. Много спора ведет о достоверности тех или иных методах, но сегодня уже доказано, что сериологические методы исследования являются, по определению наличия антител в организме, наиболее перспективными и важными для массового тестирования населения. Наша университетская клиника по инициативе Сергея Васильевича Кивалова создали Центр противодействия коронавируса, и один из элементов составляющихся нашего центра является бесплатное тестирование всех жителей Одессы иммунохроматографическим методом, то есть экспресс-тестами на наличие антител к этому вирусу. Когда мы говорим о тестировании, нам нужно всегда учитывать в том, в каком состоянии находится человек. Есть у него клиническая картина, есть у него проявление болезни или нет у него проявления болезни. И уже сегодня доказано, что ПЦР-тесты не являются стопроцентно информативными в некоторых случаях. Так, например, если у человека есть активное проявление болезни, у него по всем клиническим признакам есть коронавирусная инфекция, это высокая температура, слабость, потеря вкуса и так далее, Да, но при этом у него берется тест, и он тест отрицательный, это не значит, что у него нет болезни. А почему? По той простой причине, что у него уже сформировалось хороший иммунный ответ на вирус, и вирус просто и антитела организма блокируют этот вирус в тех элементах для исследования, Это имеется в виду выделение из носа, соскоб со слизистой носоглотки, и результат будет отрицательный.